Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня для вас проведу обзор на выпуске. Я, Груна Татьяна, мы находимся в Миязском краеведческом музее. Именно так в этом году началась ежегодная ночь в музее. В связи с режимом самоизоляции было решено провести мероприятие в онлайн-режиме. Трансляция проходила в социальной сети ВКонтакте, где каждый желающий мог познакомиться с экспонатами Миязского краеведческого музея. В ходе трансляции зрители также могли послушать лекцию, посвященную военным годам. Главный научный сотрудник Нина Чухарева рассказала о том, как Миязцы жили в это непростое для всех время. И та же булка хлеба, она стоила уже 100 рублей при зарплате 500-800 рублей. Цены на другие товары, они просто выросли в 12-13 раз. Дети же, помимо своей основной обязанности учебы, также помогали в обеде. Они работали часто на приусадебных участках, потому что именно овощи, картофель, они помогли выжить в это трудное время. Благодаря онлайн-экскурсиям Миязцы могут посетить музей, не выходя из дома. Это новый для нас формат, несмотря на то, что нам в этом году исполняется 100 лет, мы движемся в ногу со временем, используем все новые технологии для того, чтобы в условиях самоизоляции наши гости могли не скучать, посещать экспозиции, смотреть видео, участвовать в мастер-классах. Кроме онлайн-трансляции, на сайте музея можно самому исследовать все экспонаты. Возможно, это благодаря программе, которая позволяет изучить всю представленную коллекцию памятников истории. Это не просто фотографии зданий. Каждый желающий может при помощи компьютерной мыши развернуть камеру или приблизить экспонат.